МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 участникам межрегиональной организованной преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве. Их задержали еще 1 декабря прошлого года. Операция была не из легких. Тогда полицейские из Москвы, Самары и Мордовии неожиданно нагрянули сразу ко всем подозреваемым. От правоохранителя не улизнул и организатор группы. Открывай теперь полиция. Открываем дверь. Присядь чуть-чуть. Вниз, быстро вниз. Каждый из членов группы выполнял свою роль. Задания находились для всех, а их выполнение приносило немалый доход. Я отобрала кредит по поддельным паспортам. Я уговаривал своих знакомых по поддельным документам оформлять кредиты. С какого периода вы именно в этой работе? Конец сентября 2014 года. Еще одна схема, по которой работала группа – ложное трудоустройство. Злоумышленники размещали рекламу в интернете о предоставлении рабочих мест. Общались с потенциальными клиентами и брали деньги за услуги. Например, за определенную плату могли собрать пакет недостающих документов тем, кто хотел устроиться на работу. В ходе мероприятия обнаружены изъяты поддельные документы, бланки трудоустройства и оборудование для их производства. Помимо всего этого, в частном доме у одного из лидеров группировки был обнаружен пистолет ТТ с боеприпасами, газовый револьвер с признаками переделки под боевой и травматический пистолет, а также печати и штампы государственных учреждений. Крупная сумма денег хранилась у них в картонной коробке из-под обуви. Обратите внимание, денежные средства в большом количестве. Так, мы их сейчас опишем, пересчитаем. Среди неожиданных находок оказался мини-огород. В цветочных горшках под лампами подозреваемые выращивали марихуану. Как рассказал один из задержанных, наркотическое растение он выращивал для личного потребления. А вот в каком виде – не пояснил. И пытался отшутиться. Это растение? Это растение, сорняк. Гербарий или розы? Это сорняк. Сорняк чего? Обычный сорняк. А это что? Чай заваривать? Гербарий для личного потребления. Ну что это такое? Выясните. Заваривать надо, курить надо. Что надо делать? Пить. Хотите, заваривайте, хотите, пищу потребуйте. В ходе расследования стало известно, что аферисты смогли войти в доверие, а затем обмануть 90 человек. Среди пострадавших и жителей нашей республики. Все потому, что семеро фигурантов делает уроженцы Саранской и Чамзинки, ранее входившие в состав местных ОПГ. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В настоящее время соучастникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении семи инкриминируемых преступлений. Следующим этапом этой истории станет судебное разбирательство. Дарья Аберясева, Происшествие, 10 канал. С 8 ноября 2016 года в 22 часа 04 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части номер 17 города Ковылкино поступило телефонное сообщение о пожаре в строении жилого дома по адресу Республика Мордовия, Ковылкинский район, Лошенгрино, улица Большая, 15. На место пожара привлекали силы и средства пожарно-спасательной части номер 17 под руководством начальника караула Жейна Алексея Александровича. По прибытии на место происходило открытое горение жилого дома. По всей площади существовала угроза перехода пожара на соседние строения. Руководителям тушения пожара было принято решение о эвакуации шести жильцов из соседних зданий и сосредоточении сил и средств на защиту этих зданий. В последствии пожара уреждено строение жилого дома и в ходе разбора пожарного мусора в 23 часа 07 минут в месте расположения коридора около входной двери, лежа на полу, обнаружен труп предположительно хозяина дома. Пенсионера 1948 года рождения, инвалида первой группы, психически больного. Очаговые признаки горения присутствуют по всей площади внутренних помещений дома. Предварительной причиной пожара явился поджог строений дома хозяином, который вследствие возникшего пожара самостоятельно покинуть помещение не смог. Проверка по факту пожара проводится Ковылкинским межрайонным следственным отделом Республики Мордовия. Владимир Жалнов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инцарского районов. В Республиканской госавтоинспекции провели пресс-конференцию для журналистов Мордовии. На встрече поделились итогами аварийной статистики с начала года и ответили на другие интересующие вопросы. По словам начальника управления ГИБДД Сергея Гагарина, особую обеспокоенность вызывает рост аварии с участием детей. Больше стало и дорожных происшествий, где встречаются только машины. Основной рост по виду ДТП – это столкновение транспортных средств. Где-то на 30% у нас произошел рост. И по причине – это очередность проезда перекрестка. То есть, и где это произошло? Основной рост произошел в городе Саранске. Из этих цифр начальник управления сделал вывод, что многие саранские водители до сих пор не знают правил дорожного движения. И в большинстве случаев после ДТП отделываются либо синяками, либо ремонтом машин. Интересно, что при таком приросте дорожных аварий число автомобилей в городе не сильно увеличилось. По данным госавтоинспекции, нетрезвые водители до сих пор большая проблема для республики. За последнее время было возбуждено около 500 уголовных дел по повторным нарушениям. Но люди все равно продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. Есть в аварийных сводках и положительные моменты, как отмечает Сергей Гагарин. По такой причине, как несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, у нас снижение на 60%. Это очень большое снижение. И причиной тому, самое главное, это то, что в республике достаточно много стоит приборов фото-видео фиксации. 118 рубежей. Это даже для сравнения для России очень много. Много приборов, видеофиксации в машинах ДПС. Это патрульные видеорегистраторы. Они предупреждают факты бытовой коррупции и помогают защитить права как инспекторов, так и участников дорожного движения в случае спорных или конфликтных ситуаций. Именно такая запись пролила свет на подробности аварии с участием сотрудницы ГИБДД по фамилии Соболева. Оказывается, правдивая информация в СМИ попала не сразу из-за поврежденных файлов на видеорегистраторе. По словам Сергея Гагарина, именно из-за этого сотрудники не сразу смогли узнать подробности ситуации. По истечению дней пяти, когда мы пытались восстановить, и потом восстановили этот файл, два этих файла. Сначала один восстановили, там не было понятно, там был только сам удар. И потом второй файл восстановил. И, к сожалению, так, чтобы видно было, как открыто выходит человек из этой машины, понятно, кто это, тоже нельзя было сказать. После ряда проверок и экспертиз Соболева в дорожных махинациях все же разоблачили. Сейчас кандидатуру сотрудницы вынесли на аттестацию МВД. И, скорее всего, ей грозит увольнение. Наталья Макшаева, Павел Толобаев, Происшествие, 10 канал. Макшаева, Павел Толобаев, Происшествие, 10 канал. Макшаева, Павел Толобаев, Происшествие, 10 канал. И открыто похитили у него деньги. Приметы подозреваемых. На вид 25-30 лет, оба среднего телосложения, рост около 175 сантиметров. Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьбы сообщить по телефону. 8-927-176-84-09, 8-917-998-60-27 или 102. Третий отдел полиции Саранск устанавливает личности и местонахождение неизвестных молодых людей, причастных к хищению алкоголя. Приметы подозреваемых обоим на вид 20-25 лет, рост 170-175 сантиметров. Были одеты в синей куртке, на голове одного темная шапка у другого бейсболка. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 29-90-02, 29-90-23 или 102. При первых каплях дождя или хлопьях с неба даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана, город Саран. Что у вас случилось? Пожарная охрана, город Саран. Пожарная охрана, город Саран. 10,5F 11,5F 13,7F 23,7F 15,7F